Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Турция берет Нахидживан, новый русско-турецкий бартер. Турция объявила тендер на прокладку газопровода в Нахидживан протяженностью 82 километра, что станет очередным актом оккупации Нахиджована Турцией, которая шаг за шагом захватывает Нахидживан. На днях Ильхам Али вспомнил отца и то, что еще в советские годы Гейдар Алиев поднял флаг первой Азербайджанской республики в Нахидживане. Алиев в последнее время часто вспоминает Нахидживан. Возможно, это обусловлено внутренними проблемами или тем, что Нахидживан уже до факта турецкий, и недалек тот день, когда Эрдоган может снять флаг Гейдра Алиева и возрузить свой. Но ситуация деликатная в том смысле, что внутренние проблемы Алиева обусловлены противостоянием России и Турции. Москва и Баку состязаются за власть в Баку, и Алиев наверняка предполагает, что может состояться обмен Нахидживан Турции, а Баку – Москве. Речь, конечно, о возможности для России привести к власти Мехребан Алиеву. Интенсивный период этого процесса начался с ее визита в Москву и получения благословления в виде награды Путина. Коронавирус приостановил процесс, но Алиев не сомневается, что скоро он будет перезапущен. Дело в том, что своей милитаристской риторикой и бескомпромиссностью Алиев привел ситуацию в тупик, выходом из которого должна стать либо региональная война, либо он должен уйти, чтобы несколько разрядить ситуацию. И в этой игре может быть разыгран русско-турецкий бартер. Сто лет назад Москва и Анкара в той же логике передали армянский Нахидживан Азербайджану. Теперь он может достаться Турции в обмен на сдачу Баку. Вмешается ли Армения в эти процессы? Для этого у армянской стороны вполне достаточно политика правовой базы. Остается лишь верно выбрать момент, чтобы на сей раз не пострадать, а выиграть от русско-турецкого торга. Давид Танаян представил свое ведение развития сферы обороны и воскресенья. Министр обороны Армении Давид Танаян представил свое ведение развития сферы обороны и вооруженных сил Ра. Пресс-секретарь Танаян обнародовала на своей странице в Facebook несколько выдержек из текста, касающегося перевооружения. Уже стартовал процесс широкомасштабного перевооружения воскресенья, начиная со стрелкового оружия до дальнобойных ракетных систем и боевой многофункциональной авиации. Однако мы еще в начале пути. Перевооружение вооруженных сил преследует несколько целей. Один – формирование такого военного потенциала, который не только будет сдерживать реваншистские устремления противника и удержит от соблазна начать широкомасштабные военные действия, но и в случае возникновения подобного соблазна, молниеносно лишит его возможностей ведения войны. Этот потенциал также нацелен на вытеснение из переговорного процесса по урегулированию Карабахского конфликта языка ультиматумов предусловий угроз. 2. Перевооружение нацелено на комплектование подразделений вооруженных сил такими мобильными, современными и высокоточными видами вооружения, которые будут действовать в диапазоне автоматического управления и обеспечат децентрализованные самостоятельные действия подразделений. Акцентируя внимание не качественных, а не количественных показателях, приобретаемые в результате перевооружения виды вооружения и военной техники, должны превысить уже существующие и заменяемые своей огневой мощью, точностью, мобильностью, защищенностью и возможностью быстрого реагирования. 3. Перевооружение имеет своей целью добиться более долгосрочной, легкой, требующей меньших человеческих ресурсов и минимально зависящей от человеческого фактора эксплуатации, обслуживания и применения вооружения и военной техники и в результате этого эффективного использования ресурсов. 4. Перевооружение нацелено на достижение явного доминирования над потенциальным противником в разных зонах ведения боевых действий с более эффективным применением доступных ресурсов и нейтрализацию существующих в другом направлении рисков. Например, цель создания многофункциональной авиации поколения 4+, взять инициативу в свои руки в областях воздух-воздух, воздух-земля. Цель укомплектования действующими на разных высотах и глубине сверхчувствительными системами ПВО, взять на прицел и нейтрализовать все потенциальные средства воздушной атаки, от летающих на низкой высоте и маленьких мишеней, до действующих в воздушно-космическом пространстве и т.д. Армения захватит наши земли вплоть до Куры, неожиданные мнения из Баку. В азербайджанском общественном сознании происходят интересные процессы, которые не соответствуют картине, представленной официальной пропагандой. В сфере официальной информации все безоговорочно верят в силу Ильхама Алиева и памятников его отца, а в остальных средствах массовой информации происходят интересные дискуссии, из которых становится ясно, что мало кто верит словам Алиева, а мыслящее сообщество говорит и серьезных ромы неполноценности. В интервью Стратак, Эйзи-лидер Объединенного народного фронта Азербайджана депутат Гудрат Гасангулиев, ответив на вопрос, что люди иногда оскорбляют президента и генералов, обвиняя их в том, что они не препятствуют визиту Пашиняна в Шуши, раскрыл главный комплекс прикаспийских турок. Все прекрасно понимают, что мало что изменилось в регионе после тяжелого поражения в Карабахской войне и унизительного соглашения о прекращении огня. Так же, как тогда мы были одни, мы и сейчас одни. Ситуация в нашей стране, территории которой были оккупированы, была хуже, чем в Украине, Молдавии и соседней Грузии. Но Запад поддерживает решение проблемы, с которой столкнулись эти страны, в рамках территориальной целостности, а в случае Азербайджана нет, сказал депутат. Мыслящая часть общества не скрывает, что мир не признает территориальную целостность Азербайджана. И если они начнут войну, весь мир будет противостоять ей, и армяне захватят больше территорий. Многие в Азербайджане думают, что когда начнется война, Армения с помощью своих союзников захватит наши земли до реки Куры. И они будут использовать ее для смены правительства. Но развитые западные христианские страны вводят санкции против Азербайджана и помогают Армении. И не только они, но и некоторые мусульманские государства. И если мы проиграем на этот раз, они заставят нас капитулировать. Тогда, конечно, столицей Армении станет Шуши, сказал он. Люди, которые много лет живут в рабстве, если они снова проиграют другим народам в войне, мало думают о мести и национальной гордости, адаптируясь к новым условиям, предпочитая жить под тяжелым моральным игом, сказал Гасангулиев. Фактически он диагностирует психологическую атмосферу в Азербайджане, которая не совпадает с воинственными заявлениями Алиева и нападками со стороны министра обороны Гасанова. На заседании Мили Меджлиса депутат Вахид Ахмедов обвинил руководство армии в том, что оно не знает азербайджанского языка. «Вчера я слушал брифинг Закира Гасанова. Его спросили об инаугурации в Шуши. Ни Закир Гасанов, ни начальник штаба Наджмедин Садыгов не могут говорить по-азербайджански». Председатель комиссии Сиевуш Наврузов заявил, что бомбардировка Шуши будет означать начало войны. Председатель комитета народной экономической политики Азербайджана Нимиат Алиев также не верит сказкам своего президента. Ильхам Алиев говорит, что если бы у власти был Гейдар Алиев, враг не смог бы оккупировать эти земли. «Вы не правы, господин Алиев». Во время правления Гейдара Алиева было оккупировано шесть районов. Председатель Национального совета Джамиль Гасанли считает, что важной проблемой, стоящей перед Азербайджаном, является не проблема Еревана, а освобождение территорий, признанных ООН и ОБСЕ. Были опубликованы доказательств того, что правительство незаконно переводило средства на оборону на офшорные счета, а также позорные факты, такие как получение отката от рассобранэкспорта за торговлю оружием. Вместо внесения ясности глава государства прицепился к Еревану. Возможно, лидер воровского режима отказался от освобождения Карабаха. Когда власть перешла от отца к сыну, они не заметили шесть районов, цепляясь за абстрактную проблему. Низамий Хаджалу, редактор русской Википедии, разоблачает азербайджанскую ложь. Редактор русской Википедии Вадим Гамос, занимающийся армянской проблематикой, в беседе с директором проекта Хаяса Тиграном Моносином, рассказал о фальсификациях исторических фактов азербайджанам. Гамос начал заниматься армянской тематикой на Википедии после того, как заметил искажение фактов и продвижение личных мнений и оценок в материалах по истории Закавказья, которые вызывают широкий ажиотаж, особенно среди армян и азербайджанцев. Гамос также является автором статьи о геноциде армян, которая была признана лучшей статьей на Википедии и 24 апреля весь день находилась на главной странице сайта. Вместе с тем он написал также статью об отрицании факта геноцида, дав ответы на все аргументы отрицателей. Он отметил, что пишет свои статьи, основываясь лишь на исторических фактах и на данных авторитетных независимых источников. Вадим Гамос рассказал на примере статьи о великом иранском поэте Низами Гендживи, как азербайджанцы пытаются исказить историю и всячески приписать себе те или иные заслуги. Не сумев доказать, что Низами – азербайджанский поэт, они попытались исправить персидский на персоязычный поэт, однако редакция оказалась против. При этом специалист отметил, что Низами – однозначно персидский поэт, независимо от своего происхождения, ведь он продукт персидской культуры. Таким же образом и Пушкин, имея африканские корни, не стал эфиопским поэтом, а Лермонтов с шотландским происхождением – шотландским. Оба они – русские поэты. Также и Айвазовский, будучи армянином по происхождению, является русским художником и представителем русской школы живописи, в отличие, например, от Мартироса Сарьяна. Комментируя формулировку Википедии о сложении азербайджанского этноса в 15-16 веках, Вадим Гамос отметил, что это очень условное определение и касается лишь шейтизации агузоязычных племен Южного Кавказа и Северного Ирана. Что же касается складывания азербайджанской политической нации, то это нетипичный и наносной для мусульманского общества конструкт, подсмотренный условно-азербайджанскими интеллигентами начала XX век в Европе. Само возникновение Азербайджанской демократической республики 1918 года, по мнению Гамоза, результат попыток этих европоцентричных интеллектуалов ответить на вопрос, а кто мы. Комментируя статью о событиях в Хаджалы, специалист заявил, что считает, что в ней виноваты все стороны, и отринул претензии азербайджанцев на определение этих событий как геноцид. Вместе с тем Гамоз отметил, что Википедия, как и любая другая энциклопедия, не может считаться источником информации и в научных работах ссылок на нее быть не может. Википедия – это собрание взглядов на какой-либо предмет. Коснулись собеседники и книги про азербайджанского историка Олега Кузнецова «Правда о мифах Карабахского конфликта». Гамоз рассказал, как во время ее презентации задавал автору элементарные вопросы по истории Армении и Азербайджана, на которые Кузнецов не смог ответить. Это свидетельствует о его непрофессионализме, а соответственно и его книга не несет в себе никакой ценности. Гамоз добавил, что Кузнецов пишет чисто для внутренней азербайджанской аудитории и вне Азербайджана не представляет интереса. Такой же формулировкой для внутреннего употребления считает специалист и претензии президента Азербайджана Эльхам Алиев на Ереванское ханство и другие армянские территории.